Помните ли вы, что мы делаем в Украине? Убиваем мирных людей, отстаиваем интересы кучки продажных политиков. А разве не нацистов убивают? Говорят, но в это я не верю. Если посмотреть ту же Москву, ту же центральную часть России, я уверен, что нацистов будет столько же, сколько и во всей Европе. Можно за тебя отвечать, конечно. Ой, нет, такой момент. Да, это не комментарий. Что там происходит? Война. Ну, как нам говорят, у нас там военная операция, но уже это, по сути, война чистой воды. Но разве не нацистов убиваем? Нет, я считаю, мы убиваем мирное население, и я с этим совершенно не согласен, и это осуждаем. Ну, а какие цели там могут быть у властей? В цели, я думаю, что наша власть засиделась, что у нас очень странные взгляды, что мы все еще пытаемся расширять свою страну всеми возможными способами. Помните ли вы, что происходит, что мы делаем в Украине? Честно, нет, не особо. То есть вообще не располагаете никакой информации? А-а. Ну, тоже коммунитарные коридоры какие-то открывались, вот это из-за стучки, что я помню. Война. Ну, а как думаете, зачем она нужна была? Что нам плохо ждется? Я, честно, трудно следить. Не знаю. Но я не знаю, зачем война. Но в России геноцификация, нацизм, и именно поэтому происходит война. Именно с точки зрения России. А в Украине просто все в шоке, вапы, что это произошло. В целом, нет, я не вникаю, мне это не интересно, меня это не касается. Ну, а вкратце, что слышали вообще? Даже не вникаю, не хочу этого обсуждать. Убиваем мирных жителей, не умой. Как думаете, для чего все это? Кто у всех разное мнение на этот счет? Кто-то говорит, что нацистов убиваем. Кто-то амбиции нашего депутата. И какие у него амбиции? Заходите в планету? Не знаю, завоевательские, понять с ними сейчас, какие у него амбиции. Я думаю, что у многих россиян абсолютно не такие по амбициям. Эту войну поддерживают меньшинское население нашей страны. Хотя, по крайней мере, мне бы хотелось доверить. Ну, там идет война. Мы воюем на Украине. Ну, а для чего, как считаете, это нужно? Я считаю, что это не нужно. Почему? Ну, потому что я считаю, что в наше время можно решить мирное путем всего войска. Ну, там же нацисты. Ну, это их проблема. То, что у них нацисты. Из-за этого нас считают фашистами. Помните ли вы, что мы делаем в Украине? Да, помню. И что делаем? Войну. А, из-за чего? Ну, то есть, зачем? Из-за амбиций. Амбиций? Да. Какие амбиции? Амбиции действующей власти. Не пытаются проявить свою силу и показывают таким образом реакцию западным ценностям к культуре. И пытаются быть другой стороной, да, плоскости этого мира, с другими ценностями противоположными. Ой-ой-ой. Зачем? Дядьки так же хотели. Старые. Ну, а какие вообще есть теории, почему они это сделали? Просто так, прииграться захотелось? Ну, наверное, от спутки. Я других вариантов не вижу. Скажу честно, каждый день просыпаюсь, открываю новости, смотрю, что там есть. Вот полностью без сарказма. Ну, а что там происходит? Там сейчас идет перетяжка войск. Мы взяли Лесичанск уже, не знаю, может, неделю примерно назад. Вот сейчас перетягиваем войска на Донбасс. Ну, что, Лесичанск уже российский? Да. Ничего себе. Добрый день рождения сегодня. Да, кстати. Добрый день рождения. До свидания. Это скорее начало полной конфронтации с Западом, Россией именно с блоком США, Европой и так далее. В этом была задумка. Мы проводим спецоперацию. Ну, а какой в ней смысл? Просто никто не знает. Может, вы знаете? Весь прикол в том, что как раз-таки смысл двоякий и очень опасный. Называется, что они за какими людьми. Одни говорят одно, другие говорят другое. А правду мы, наверное, узнаем по учебникам истории у победителя. Ну, а теории какие есть? Теории две. Первая, соответственно, что это мы спасаем и освобождаем народ несчастного Донбасса. А вторая, это захват земли. Захват земли, да. И помимо того, что мы освобождаем Донбасс, несчастных людей, мы предотвращаем поставку, установку ракет от НАТО и присоединение Украины в НАТО и так далее. В общем, теории, в принципе, и истории много. Но, правда, еще раз повторюсь, узнаем победителей. Ну, какая интуитивная, кажется, Близа? Ой, я не хочу на это отвечать. Может, я не буду, пожалуйста. Ой, я не хочу на это отвечать.